Непривычная февральская копель, которая так радует самарцев и говорит о скором приходе весны, заставляет коммунальщиков трудиться в два раза активнее. Необходимо не только своевременно освобождать скатные кровли домов от наледи. Пешеходные дорожки, подходы к подъездам домов и социальным учреждениям также должны быть безопасными. Несмотря на то, что в Самару пришла оттепель, в минувшие выходные город вновь принял 11 мм осадков. В ночь с 20 на 21 февраля на расчистку города от снега направили 245 единиц техники и 74 дорожных рабочих. Основная работа была направлена на обработку пешеходных зон, тротуаров и общественных пространствах в связи с тем, что температура была на уровне 0-1 противоположными реагентами очисткой и обработкой. Только за минувшие сутки из города было вывезено 6300 тонн снега. Из расходов на 373 тонны реагента. Работы ведут на всех городских пространствах, включая объекты уличной дорожной сети, на триквартальные проезды, скверы и парки. Своевременная расчистка Самары от снега на особом контроле главы города Елены Лапушкиной. В выходные мэр побывала в большинстве районов областного центра и проверила качество работ. Замечания были выявлены на улицах Димитрова, Юбилейной, от Свобода до проспекта Металлургов, Матросова, от Ставропольской до Вольской, Врубеля, Галактионовской, от Красноармейской до Льва Толстого, а также Чапаевской, Енисейской и Победы. На некоторых объектах нарушения уже устранены, другие приведут в порядок до конца недели. Проблемы по-прежнему возникают с припаркованными на обочных дорог автомобилями. Давайте все-таки более активно привлекать сотрудников ГИБДД по поводу техники, которая у нас стоит вдоль дорог. Готовы оказать всемирную поддержку. Затронули в администрации города и вопрос о ходе подготовки к рейтинговому голосованию по благоустройству общественных территорий в 2023 году. Оно пройдет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». На основе предложений сформирован топ-20 общественных территорий для рейтингового голосования. Общественные обсуждения и дизайн-проектов стартовали в Самаре 15 февраля. Все этапы от знакомства с проектами до внесения предложений доступны онлайн. Мнение жителей предстает в рейтинговом голосовании, в ходе которого выберут первоочередной список пространств. Их благоустроят в 2023-м. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги и виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok